Привет, ребята! Мы путешествуем. Мы здесь на Алтай. Сейчас уже возвращаемся. И мы были в Новосибирской области. Вернее, мы есть в Новосибирской области. И вот интересный момент. Очень много, сейчас показываю, тянется, где есть, тянутся березовые рощи. Но березовые рощи погибшие. Вот сейчас, смотрите, с бочков будет видно. И нас все озадачило. А почему они погибли? Собственно говоря, вот, смотрите, целая роща. Стоят одни такие, как бы, торчащие вверх. И ничего нет. Мы полезли смотреть в интернет. В интернете прописали несколько причин, почему так может быть. То есть, называли из причин, что изоболоченная почва и напавшая тля. И что-то еще, я сейчас не помню. Но, вроде как, приводили слова одного мужчины, который тоже путешествовал в этом районе. Что он остановился, посмотрел, подошел к стволу. Просто некоторые стволы, которые вот этих погибших берез, они прямо черные снизу. То есть, мы думали, что это, может быть, что-то горело. Ну и вот, и рассказывают, что мужчина остановился, подошел, тоже думал, что что-то горело. Но, на самом деле, на стволе сидело много-много каких-то насекомых типа тли. И вот решил, что, значит, березы погибли именно по этой причине, что напали вот эти вот зверюшки. Ну, сейчас мы не выдержали, так-таки тоже остановились посмотреть, но нет. Ну, мы, конечно, в одном месте останавливались, за все березы мы не можем сказать. Но там, где мы останавливались, там стволы четко обугленные. То есть, прямо валяются головешечки, даже внизу в траве. И на одну из березок рос гриб чагой. То есть, он тоже как-то такой немножко обугленный, подгоревший. То есть, все-таки, все-таки, вот смотрите, сейчас черные стволы слева. Не знаю, видели, не видели. Зачерневшие, да? Вот. То есть, все-таки, скорее всего, это что-то такое пожарное. И здесь кругом болото, причем болото очень мощное. По-моему, входящее даже в список наследия ЮНЕСКО. И, возможно, внизу торф. И, возможно, этот торф горел, клил. Что-нибудь такое с ним происходило. Соответственно, досталось и деревьям, которые здесь обитали. Сейчас пошли красивые рощицы. А еще прикол, здесь березы растут не как вот у нас в средней полосе России. И по отдельности каждое деревце, да? А они растут какими-то такими прикольными пучками. То есть, там по нескольку штук вместе. Такое ощущение, что прям чуть ли выходят не из одного пенька. Расходятся. Ну, наверное, все-таки не из одного, не из одного, но пучками. Прикол. Вот смотрите, там вдалеке опять вот эти вот рощи погибшие. Ну, по крайней мере, скопление деревьев. Здесь вот рощи живые. Очень много березовых рощ. И тоже забавно, это Сибирь, ребятки. То есть, Сибирь я представляла совсем не так. Оказывается, вот, по крайней мере, вот это начало Сибири. Ну, это Новосибирская область. То есть, точно Сибирь. Это начало Сибири вот состоит в основном из лиственных растений. И именно из березовых. Большей частью. Вот рощица живая. Такая вот. Ну, ладно. Едем дальше. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok